Спасаясь от преследования разъярённой группы саентологов, оператор местной телекомпании попытался скрыться в подвале одного из домов комплекса. И исчез. Словно растворился во мраке подземелье, за которым уже много десятилетий назад закрепилась дурная слава проклятого места. Из тех подвалов ещё никто живым не возвращался. Дома, возведённые на месте старого кладбища. Подвалы, которые должны были стать тюрьмой и пыточной для жителей. В любой день может случиться беда. Почему это место так привлекает сектантов? Кладбищенская энергетика только в плюс. Николай Машков много лет обслуживал водоснабжение домов, построенных в советское время. У него до сих пор кровь стынет в жилах, когда его вызывают в подъезд дома 69 по улице Ленина. Там тропы срывает каждый день. Уже 40 лет не было ремонта. Однажды в очередной раз, пытаясь вновь починить водопровод, Коля спустился в подвал. Но так и не смог обнаружить место, где возникла утечка. Там, смотрю, лестница вниз. Посветил мне Васька, напарник мой. А там ход по землю длинный. И оттуда вонь страшная. Страшная. Я стал спускаться. И вдруг так страшно стало. Слесари попытались выйти из подвала. Вода подступала. Надо было вызывать аварийную машину. Но дверь поддавалась плохо. А вскоре ее и вовсе заклинило. Выйти было невозможно. Напарник Николай сник и перестал отзываться. Сам Николай чувствовал, как уходят силы. И тогда я начал спускаться вниз. Думаю, найду эту трубу в подземелье. Фонарь светил плохо. А там оказалось подземелье. И оно наполнялось водой. Я не помню, сколько шел, пока не заметил в потолке люк. Вылез, а я оказался на другом конце города. Коллега Николая Василий так и остался в подвале. Аварийная служба с трудом вскрыла дверь. Ее как будто замуровали. Потом несколько дней из подвала выкачивали воду. Но Василия найти так и не удалось. И только весной тело слесаря обнаружили в небольшом парке рядом с городком. Что же за сила заперла этих людей в подвале? И почему только одному из них удалось выбраться? Экстрасенсы считают, эти люди попали под действие магических сил, которые были кем-то разбужены в подземелье. В эзотерике подземелье тесно связано с мирами демонов и мирами мертвых. Конечно, при создании самых сильных и серьезных артефактов колдуны обращаются именно к таким могущественным тектоническим энергиям. Обычные слесари стали заложниками колдовства. Один из них был принесен в жертву, которая была далеко не первой в цепи страшных событий, на месте со странным названием «Городок чекистов». В центре Екатеринбурга располагается архитектурный памятник периода конструктивизма 30-х годов прошлого века. Комплекс из 14 зданий, который известен в народе как «Городок чекистов». Здесь жили и воспитывались поколения людей новой формации – опричники своего времени – чекисты. Их потомки сегодня делают на продаже квартир сталинского образца целое состояние. Квартиры в домах городка чекистов – одни из самых дорогих в городе Екатеринбург. Многие люди мечтают поселиться здесь. Иметь такое жилье – мечта. Большие окна, площадь от 100 метров, высокие потолки и странная тишина в комнатах, куда не проникает шум улиц. Солнце постоянно попадает в окна. То есть очень благоприятно для проживания. И также внутри комплекса очень хороший, оснащенный зеленый двор. Этот двор достался жителям еще с советских времен, когда здесь вселились высокопоставленные чиновники и, в принципе, вся элита города Екатеринбург. В основе проекта городка чекистов лежала идея новой жизни – объединения в коммуну. Для решения проблем быта и отдыха жителей в городке работала своя администрация. Специально были построены клуб, дворец культуры, столовая, баня прачечная, поликлиника, детский сад. Но это был лишь фасад. Внутри городка находилось подземное царство НКВД. Для конспиративной работы все дома были соединены десятками подземных туннелей. С ребятами мы облазили все эти туннели и осмотрели их, составили их план. И что интересно, подземелья городка чекистов в подвалы не совпадают с теми ходами, которые мы обнаружили. Отдельным пунктом в подготовке работников ЧК было изучение оккультизма и эзотерики. Составлялись особые планы подземелья для сотрудников каждого уровня допуска, которые вели в таинственные лаборатории. О том, где находится каждый сегмент подземного института и как выглядит план в целом, знал только один человек. Но однажды лаборатории института ушли под воду. Сейчас уже никто не знает, куда ведут подземные коммуникации. Но почему же для изучения тайных знаний были выбраны подземелья далекого уральского города? В сознании человека подземелье с незапамятных времен связано с тайными темными силами. Не просто место обитания мертвых, а вместилище страшных мукоиспытаний. Почему же огромный подземный город с его лабораториями, пунктами охраны и самыми передовыми техническими новинками исчез под волнами подземного моря? Вода появилась в этом подземелье далеко не случайно. Скорее всего, в перестроечные годы подземелье было затоплено специально для того, чтобы скрыть мрачные тайны грибистов. Что же скрывают подземные воды городка Чекистов? И почему эта трагедия разыгралась в глубине Уральских гор? Старожилы утверждают, городок Чекистов правительство сознательно строило на месте захоронений. Здесь, за городской чертой, в середине 19 века располагалось самое большое городское кладбище. Район пользовался дурной славой. И сюда без особых причин никто не заглядывал. Энергетика кладбища крайне негативно влияет на людей. Некоторые люди могут получить депрессию, стресс. Некоторые даже могут начать думать о самоубийстве. Вообще-то энергетически кладбище высасывает людей. Некоторые специалисты говорят, что им оно добавляет сил, но это не так. Может быть, и ощущается приток какой-то энергетики, но надо осознавать, что это чисто негативная энергетика, губительная. Ничего хорошего она вам принести не может. Жители неблагополучного района из поколения в поколение передавали рассказы о привидениях из странных утробных стонах, доносившихся откуда-то из-под земли. Но потом здесь построили новейший архитектурный ансамбль, и народ потянулся в эти места. А когда главное здание, общежитие, реконструировали в гостиницу и сеть, место у покоения душ стало открыточным планом города. В детстве я очень любила рисовать, и мне нравилось изображать гостиницу и сеть. Это один из символов нашего города, и мы сейчас находимся рядом с ним. Когда учительница сказала, что мы всем классом пойдем рисовать гостиницу с наторой, я, конечно, была очень рада. Но родители, когда узнали об этом, огорчились и не отпустили меня с одноклассниками. И бабушка сказала, что незачем ходить по костям мертвых людей. В этот день Аглая услышала страшные слухи о замученных, погибших в подвалах ЧК. Такие вещи в советское время могли рассказывать только шепотом. Страх перед страшным зданием навсегда передался Аглайе. Она редко посещает место, где трудился ее отец. На женщину здесь накатывают приступы тоски, душат воспоминания. Мой отец был одним из архитекторов, которые принимали участие в строительстве, в разработке проекта городка Чекиста. Мама была тайно верующим человеком, и она очень опасалась этой работы отца. Но он только смеялся над ее страхами, и, как оказалось, напрасно. Уже повзрослев, Аглая узнала, смертность среди строителей и жителей городка Чекистов была в два раза выше общих показателей по городу. Врачи не могли найти хотя бы сколько-нибудь научно-убедительного объяснения этому факту, так же, как и не поставили диагноз отцу женщины. Первые признаки его болезни появились, когда построили общежитие для молодых чекистов. Отец стал очень сильно уставать на работе. Он приходил домой, и казалось, что что-то высасывает из него жизненные силы. Дома, построенные на месте бывшего кладбища, имеют негативную энергетику и не могут принести удачи и счастье их обитателям, потому что здесь в огромном количестве сосредоточена отрицательная энергетика. Отец умер, когда строительство городка еще не было закончено. Он походил на скелет. Мама отказалась получать квартиру в городке Чекистов и решила вообще уехать из города. Когда она уехала, почувствовала, что все равно ее что-то тянет обратно. Она вернулась и поселилась в другом районе города. У всех народов считается непозволительным тревожить мертвых. Проклятие настигает каждого, кто их потревожит. Есть неразрывная связь между мирами живых и мертвых. И существует ряд правил общения. Мертвым не дано вторгаться в жизнь живых. Но и живым нельзя беспокоить мертвых. Неужели обитатели кладбищ наводят свой порядок в этих местах? Смотрите далее. Что ожидает нас в сумерках? Все эти тоннели были придуманы, чтобы поместить здесь, за Уралом, гигантские подземные лаборатории. Какие тайны хранят могильные стены? Огромный потенциал мира мертвых давал сверхспособность. Какие знания использовали советские строители? Архитекторы, которые занимались проектировкой городка чекистов, проходили стажировку по теософии оккультизма во Франции. Что за находки обнаружены в подвалах городка чекистов? Необычные клетки в подвалах, скорее всего, являлись пыточными камерами. Больше года Татьяна Игнатьева приходит в городку чекистов. Вместе с коллегами и добровольными помощниками-диггерами она ищет хотя бы какой-нибудь след, какую-нибудь деталь, которая приблизит к разгадке таинственного исчезновения ее любимого в мрачных подземных лабиринтах городка чекистов. Ее память каждый раз пытается воспроизвести события последнего задания ее мужа. Драка на лестничной площадке у одной из квартир. Двое мужчин с телекамерой и микрофоном бегут по лестнице, спасаясь от преследования жильцов. Внизу, в подъезде, преследователи нагоняют журналистов и разбивают их. Один прорывается за внешнюю дверь и убегает на улицу, а оператор отступает под лестницу в какое-то техническое помещение. Оператор бежит по длинному коридору, прислоняется к стене и проваливается в какую-то дверь. Вот здесь последние кадры с видеокамеры, которую снимал мой муж, когда он исчез. Это единственное, что от него осталось. Я не знаю, если это кому-то поможет еще, потому что здесь еще люди пострадали. Коллеги ее пропавшего мужа передали Татьяне последний материал, снятый им. Для них исчезновение Владимира тоже стало ударом. У нас у всех в тот день было тяжелое предчувствие. В общем, не хотели, чтобы Володька ехал. Но он сам напросился туда поехать. Ему чем-то был интересен репортаж именно о страшной секте. Что же так влекло Владимира на место собственной гибели, Татьяна вспоминает. Володю интересовала планировка квартир в этом районе. Он заходил в дома, просил показать комнаты. Сегодня Татьяна проходит по его следам. Она познакомилась со многими обитателями городка. Одна из новых подруг – Галина, которая уже много лет живет в городке чекистов. Сейчас, к сожалению, не могу вас пригласить к себе домой ввиду ремонта. Вот этот город строился как город будущего, без отекчающего быта. Здесь у нас даже кухня не предполагалась. Пришлось самим строить кухню, прихожей. Зато вот у меня окна спальни выходят на восток, легко просыпаться вместе с солнцем. Такое устройство – жилище. Характерно для уклада членов ордена тамплиеров. Строгая лаконичность быта, расположение комнат по сторонам света и полная сосредоточенность на общем деле. В данном случае – на уничтожении внутренних врагов. Это был особый фэн-шуй тамплиеров, которые потом переняли масон. Люди, обживая такое пространство, становились винтиками огромной махины. А кладбищенская энергетика – это только плюс. Огромный потенциал мира мертвых давал сверхспособности. Посмотрите на городок тамплиеров на острове Родос. Не правда ли? Очень похож на городок чекистов в далекой Сибири. Это съемки мужа Татьяны. Мужчина нашел схожесть идеологии и архитектуры тамплиеров и представителей НКВД. Татьяна считает, что его выводы кому-то очень не понравились. Слишком многое он поднял на свет. Володя часто уезжал в командировки, сидел в архивах, там встречался с людьми. Я думала, что это просто рядовые какие-то архитекторы. Оказывается, это архитекторы, которые занимались проектировкой городка чекистов. И они необычные люди, они проходили стажировку по теософии и оккультизму во Франции. Неужели муж Татьяны поплатился за свои знания? Городок чекистов строился руками солдат специального строительного батальона НКВД. Машины с оборудованием и кирпичом приезжали и уезжали только по ночам до горожан. Доходили слухи о том, что в городке туннели стратегического назначения, по которым можно было попасть в любую часть города. Но все входы в подземелье городка чекистов были строго засекречены. Считается, что все эти туннели были придуманы и построены на случай войны. На самом деле это не так. Сделано таким образом, чтобы поместить здесь гигантские подземные лаборатории. Для того, чтобы создавать здесь сверхлюдей. Многие из этих туннелей имеют несколько ярусов. Ведут глубоко вниз. Часть из них затоплена. И это вызывает удивление. Откуда на месте старого кладбища может быть вода? И не был ли верхний городок чекистов лишь прикрытием для другого, настоящего города под землей? Посмотрите на план дома. Подземная часть разбита на мелкие клеточки. Поэтому подвал обычного дома напоминает монастырские кельи или тюрьму. Необычные клетки в подвалах скорее всего являлись пыточными камерами. Причем пытки использовались не только обычные, но и изощренные. Такие как пытка водой или пытка лишением сна. Именно поэтому камеры не делали с закрытыми окнами, дверями, а снабжались только лишь решеткой. Решение расположить так называемый городок чекистов именно в этом месте было принято не случайно. Кажется, кто-то сознательно стремился замаскировать истинное предназначение этих комплексов, построив здесь красивые здания и спрятав под землю еще несколько этажей. Нашли диггеры-профессионалы специально, спустились с ним в эти колодцы. Стремное место, страшное, действительно. Воздуха ноль, темно, какие-то колодцы вонючие. В начале 30-х годов, когда, казалось бы, еще никто не помышлял о войне, в Ставке Верховного Главнокомандующего уже велась разработка стратегии на случай нападения Германии на СССР. Методы, которые собирались использовать против Гитлера, были очень разными. Кроме срочного перевооружения, изобретения атомного оружия и создания тяжелой техники, изучали множество древних суммолей. В засекреченных лабораториях изучали влияние разного рода магических ритуалов. И недаром советским символом стал серп и молот. Это сильнейшая свастика и одновременно масонские инструменты. Стратегическое положение Екатеринбурга, тогда Свердловска, равно удаленного от всех границ СССР, позволяло иметь его как запасную столицу. Еще перед войной возникла идея перевода основных оборонных предприятий на Урал, где должна была находиться засекреченная подземная ставка Сталина. Мой отец служил в охране городка Чекистов. И я как-то слышала, как он рассказывал матери о том, что Сталин, выбирая для себя ставку, облетал Свердловск на самолете. И сейчас, где стоит гостиница и сеть, именно это и было для него ставкой. это здание строили в таком плане, что, когда подлетая к городу, он сверху мог видеть весь городок в виде серпа и молота. Планировка комплекса городка Чекистов действительно очень интересна. В основе, хотя архитекторы и опровергают это, есть советские символы серп, молот и развивающиеся знамена. Изогнутое здание, гостиница и сеть напоминает сверху серп, ДК имени Дзержинского, молот, а соединяющий их на уровне второго этажа, переход, рукоятку молота. Роль развивающихся знамен отводится зданиям, которые уступами отходят по улицам Луначарского и Кузнечной. Этот символ, тайный знак восточной эзотерики, в советское время был развешан повсюду. Многократно увеличенный, он давал колоссальный эффект развития всему, на чем была его печать. Серп и молот это аллегорическая свастика, то есть символ вечного движения. Причем свастика, направленная влево, свастика лунная, соответственно, эта свастика и лунные силы активизируют именно самые древние энергии, то есть энергии древних народов, которые связывали себя с Луной, больше, чем с Солнцем. Постройка здания в виде серпа и молота имела огромное значение. Таким образом получался гигантский талисман. он постоянно активировался, подпитываемый энергетикой живых людей, которые находились в этих зданиях. Эти подземелья были спланированы так и таким образом, чтобы принимать не только ученых, но и ученых нежелательных, тех, кого нельзя было сажать в общие камеры. Здесь очень много отдельных помещений, которые предназначены именно для этого. парапсихологи, изучающие взаимосвязь древних культур с современными культами, уверены, управители городка чекистов использовали магию для создания армии сверхсолдат. В качестве биологического сырья они использовали заключенных, а опыты над ними тоже ставили узники, редчайшие специалисты мирового уровня. Задолго до войны в Свердловск должно было переехать в Министерство обороны и промышленности. Ее сотрудники считались особо засекреченным, их нельзя было сажать в общие камеры, поэтому подвалы городка чекистов строились с тем расчетом, чтобы отправлять туда живущих по соседству сотрудников министерства и ученых, построенного рядом завода научного института. По замыслу строителей нового мира в эти места собирали ученых со всей страны и даже вербовали специалистов за рубежом. Их обвиняли в фиктивных преступлениях, чтобы на десятки лет поселить в лабораториях бункерах. Мы еще пацанами здесь по подвалам лазили. Удивляюсь, что за парк здесь построили. Только сейчас уже, когда большими стали, начали понимать, что фактически это напоминало камеры в тюрьме. Посмотрите, вот это документ одного из особо засекреченных дел о заговоре биологов. В камеру-лабораторию специального типа НЛ-905 были доставлены две женщины, обвиняемые в совершении религиозных актов. Их заставляли читать молитвы и замеряли изменения в работе сердца, сосудов, снимали показания с головного мозга. Барух Шнайдер, заключенный, заверил нас, что согласно его опытам влияние действий подопытных на радиополе высокочастотных волн растет в геометрической прогрессии. Опыты будут продолжаться по нисходящей. Экспериментальные особи будут лишены еды, затем воды. Но их будут заставлять совершать все больше религиозных обрядов. По предположению другого ученого подполковника Ильяса М.Д., излучение волн от подопытных будет только расти. Конечно же, НКВД не могло обойтись без того, чтобы воспроизвести некоторые опыты древних магов. И, безусловно, исчезновение многих людей было связано именно с этим, что их приносили в жертву этому идолу. Однако, исчезновение продолжается и до сих пор, после того, как мы уже не можем обвинить НКВД или КГБ в такого рода деятельности. В недрах этого поселка шли эксперименты над живыми людьми. Страшная правда заключалась в том, что подобные зверства осуществлялись официальным путем на бывшем кладбище. А там дважды кладбище. Сначала до революции, а потом уже в период советской власти. Там и расстреливали, и прятали тела. Там дважды проклятое место. Кто же стоял за проектами АИД в городке Чикистов? Смотрите далее. Кто колдовал над проектом городка Чикистов? Сын финно-угорского мастера-шамана. Зачем Сталину был нужен город светлого будущего? Сталинок не могли не привлекать такие места и такие артефакты. Кто ставит маяки на древних капищах? Это был идол неземного происхождения. На что надеется кладоискатель? Все. Пытаюсь вспомнить. Где? Где это? Сегодня Николай Машков оставил свою работу водопроводчика. После ночи, проведенной в подземном городке, он буквально одержим идеей поиска кладов. Теперь мужчина со специальным оборудованием сутками пропадает на пустыре за поселком. Я знаю точно, здесь раньше было кладбище, где хранили очень богатых людей. Когда я проходил по этим подвалам, помню, там лежали человеческие кости. Свалены были тряпки всякие, воняли. Возле них золотые украшения и рубли. Коля нашел в этих местах уже целый арсенал странных вещей. Наручники, патроны, механическую искусственную руку и две золотые челюсти. Но он надеется на гораздо больший куш. Ведь когда он искал выход из злосчастного подземелья, он своими глазами видел груды золота, но даже не подошел к ним. А я как пьяный. Мне бы только отдышаться. Ничего не взял. Теперь все пытаюсь помнить, где, где это. Мне постоянно снится это место. Я все хожу вокруг него. Путь, которым он ведет нашу съемочную группу, заканчивается у краеведческого музея городка чекистов. Именно здесь, утверждает Николай, перед ним открылись россыпи золота. Главной достопримечательностью коллекции является памятник истории мирового значения. самая большая и самая древняя сохранившаяся деревянная скульптура. Она была извлечена в конце 19 века при золотодобыче на Шигирском торфяннике в районе Кировограда. Археологи установили, уральский идол в два раза старше пирамид и мумий фараонов. Этому идолу по радиоуглеродной датировке около 9,5 тысяч лет. То есть это примерно то время, когда была уничтожена Атлантида. Возможно, этот идол был установлен теми, кто сумел бежать с Атлантиды от постигшей ее катастрофы. Неужели это лицо обитателя Атлантиды? Согласно официальной истории, в этих местах 9,5 тысяч лет назад просто не могли обитать существа, способные создать такую скульптуру. Это был идол неземного происхождения. По крайней мере, его делали люди не нашей расы. Специалисты по ранним культам считают, этот идол олицетворяет собой верховное существо забытой ныне религии. Неизвестные племена обитавших здесь существ поставили его во главе сонма духов мертвых, которым поклонялись в определенное время года. Скорее всего, это целый пантеон божеств. Само расположение указывает на то, что там присутствуют божества неба плодородные, божества поднебесные, то есть божества, управляющие землей, лесами, полями, еще чем-то таким. В советское время показывать посетителям шигирского идола было строжайше запрещено. Он хранился под особым контролем в запасниках музея в стерильном помещении. Этот приказ вышел после одного страшного и необъяснимого случая. Однажды сотрудник нашего музея зашел в хранилище, где хранится шигирский идол, и долго оттуда он не выходил. Когда остальные сотрудники пошли его искать, они нашли его в хранилище, он лежал на полу в позе поклонения, широко раскинув руки. Никто после этого случая не хотел работать с шигирской коллекцией, и сотрудников музея заставляли следить за идолом в приказном порядке. Шигирский идол был найден 24 января 1890 года на глубине 4 метров на втором куринском прииске шигирского торфянника во владении графа Стенбек Фермера. Фигуру извлекали из торфа по частям, чтобы потом собрать в единое целое. Потомки алтайских племен, жившие в этих местах, уговаривали графа не трогать идола, чтобы не разбудить потусторонние силы. Они утверждали, вместе с ним придут души тех, кто ему поклонялся. Каждый человек определенным образом энергетически подсоединен на этот идол, имеет с ним энергетическую связь. Древние шаманы использовали идола как в местилище силы стихий, которые властвовали над этой местностью. Опытные шаманы рядом с таким идолом мгновенно переходили в иное измерение. Они украшали свое божество необычными знаками, украшениями, магическими рисунками, которые служили ключами для перехода магических сил. В данном идоле тоже существует графический орнамент, который служит совершенно не для украшения. Это определенная символика, определенные потоки силы. Скорее всего, это несколько изображений различных божеств синкретических, совмещенных между собой, или сохранивших свою индивидуальность. Представители древних племен, исконно живших в Шигире, знали, какими бедствиями может обернуться находка ученых. Они долго и настойчиво просили оставить идола в покое. Но страсть к исследованиям победила. Фигуру перевезли в Екатеринбург. И вскоре с нею начали происходить странные вещи. Тогдашний хранитель археологического музея Лобанов собрал фрагменты идола. Получилась фигура высотой 2,8 метра с руками и скрещенными ногами. Повторившая эту же процедуру накануне Первой мировой войны в 1914 году, это через 24 года, а это небесный цикл одного поколения. Археолог Толмачев получил нового идола. Этот идол вырос уже до 5,3 метров. Не правда ли символическое совпадение? Раскопанный идол словно напитался атмосферой приближающейся войны, подобно черным богам древнего Египта. Невероятно! Идол стал длиннее в два раза. Экстрасенсы утверждают, приближение войны и атмосфера будущих кровавых событий питала идола, как и в былые времена поклонения ему. Ночь, горит костер. Языки его пламени озаряют лицо шамана. У него закрыты глаза, тупо плотно сжаты. Внезапно шаман открывает глаза, и он смотрит на костер, вокруг которого сидят замершие охотники. Шаман вскакивает и начинает бить в бубен. Охотники, очнувшись, вступают в пляску шамана. Один из охотников впадает в транс и падает на колени перед идолом. Глаза идола начинают светиться. Охотник не отрываясь смотрит на идола. Горящие глаза завораживают его. Охотник пытается оторвать взгляд от идола, но какая-то сила мешает ему. Когда обессиленное тело падает, глаза идола гаснут. Охотники все это время, танцевавшие дикий танец, словно окаменевают. Такие поклонения питали своей негативной энергетикой идола. И теперь, не получая энергетической подпитки, идол требует ее от своего окружения. Головокружение, головная боль, депрессия – это не просто диагноз. Эти симптомы – первые признаки утечки энергии. Затем следует полное истощение и даже смерть, как это случилось с отцом Аглай, строителем городка чекистов. Эти симптомы по странному совпадению терзали сотрудника музея. Ивана Сорокина. Мне по должности приходилось следить за состоянием шигирского идола. И со временем у меня начались очень сильные головные боли. Я уволился из музея. Позже врачи обнаружили у меня необъяснимое нарушение химического состава крови. Сейчас я инвалид. Особая энергетика этого места позволяет находиться в нем только подготовленным людям или людям, рожденным с особым даром. Таких людей называли и до сих пор называют шаманами, колдунами. Они могут заходить в места и выходить из них. Обычные же люди, не обладая нужными знаниями, попадая в зону воздействия чужой силы, никогда не вернутся обратно такими, как были прежде. На них влияет идол и его обиталище. Место является так называемым местом силы. Это происходит из-за того, что оно расположено над местом геологических разломов, выделяющих огромное количество энергии. энергии природной, сильной, настоящей, можно сказать. Потревоженный идол по стечению обстоятельств вновь попал в так называемое гиблое место, могильник, как будто сам выбирал свое будущее капище. Естественно, заряженный, заколдованный многими веками идол обладает некоторой собственной волей, некоторой собственной властью над этим местом. Почему же этот идол до сих пор выставлен на обозрение? Кто знает, сколько еще людей станут его жертвами? Смотрите далее. Почему именно здесь процветала запрещенная медицина? Это связано не с жестокостью режима, а с необходимостью принесения жертв в еду. Почему Екатеринбург стал меккой для сектантов? Духи потемели, стали успокаиваться. Куда пропал архитектор городка чекистов? Он сам себе подписал смертный приговор. Прежде чем принимать решение о строительстве городка чекистов, Сталин несколько раз облетел место на военном самолете. Глава СССР словно прислушивался к своему внутреннему компасу, сверял часы, искал энергетическое совпадение. Сталин лично принимал участие в разработке плана городка чекистов в Екатеринбурге. Сталин не просто интересовался архитектурой. Он был уверен, что в композиции расположение зданий заложена мистическая сила. Так, например, было с московскими высотками, из которых создавался оккультный символ звезда Анубиса, бога умерших. Это была попытка строительства точек связи с потусторонними силами. Период мирного строительства кончился. Склонность Сталина к оккультизму известна и давно изучена. Генеральный секретарь и сам обладал особым даром. Он гипнотически воздействовал на окружающих. Его воздействие на людей носило совершенно мистический характер. Как человека, не только увлекавшегося мистикой, эзотерикой, но и бывшего адепта магических наук, не могли не привлекать такие места и такие артефакты, которые сохраняли свою силу буквально тысячелетия. В круг приближенных к Сталину людей еще со времен учебы в семинарии и позднее входили известные маги Георгий Гурджиев и Вольф Мессинг. Сталин не раз наряжал экспедиции по всему свету, собирая предметы оккультизма. И его внимание к старому кладбищенскому месту на крайней Свердловска тоже не было случайным. Всегда было известно, что над геологическими разломами бывают часто временные или пространственные аномалии, так называемые порталы. Благодаря этим порталам может пропасть человек. Причем пропасть совершенно неожиданно, совершенно не подозревая того, что он идет в опасное место. В связи с флуктацией силы, выходящие из земли порталы, то открываются, то закрываются. Без сомнения, Сталин знал о необычных вещах, которые происходят в таких местах и имел представление о том, каким образом используются порталы. Очевидно, он планировал военные эксперименты в этих местах и нанимал для этого особых людей. Работу над проектом города Чикистов начинал архитектор Антонов по происхождению фин, причем сын финно-угорского мастера-шамана. Говорят, финский род воспротивился деятельности Антонова по строительству обители зла. Согласно архивным записям, в начале 30-х годов архитектор оставил русскую семью и переехал на постоянное место жительства на родину. А его заместитель продолжил и возглавил работу над проектом. Однажды, к сожалению, эта часть подвала уже недоступна из-за затопления. Я, исследовав эту часть, нечаянно фонарем сбил кусок штукатурки. И что интересно, на кирпичах была обнаружена надпись. Она была очень простая. Антонов, 1932 год. Эмиграция ведущего специалиста оборонного проекта в 30-е годы дело немыслимое. Человек, строивший по личному заказу Сталина охраняемый городок особого типа, не мог спокойно уехать за границу. Многие из моих коллег уверены, что переменное руководство на строительстве городка Чикистов состоялось совершенно по иной причине. Антонов, автор проекта, не уехал в Финляндию, как гласит официальная версия. Как только он воспротивился идее подземной фабрике по подготовке людей будущего, он сам себе подписал приговор. В 30-х годах вновь назревал конфликт с финнами. Антонов был объявлен шпионом и погиб в тех самых подвалах, которые сам же и проектировал. Говорят, перед расстрелом он проклял и своих палачей, и свой проект. Владимир, оператор и журналист, внимательно следил за историей городка Чикистов. Он считал, что советские эзотерики старательно поддерживали древние культы на территории бывшего кладбища и покрывали многие преступления, совершенные на этой земле. Скорее всего, это связано нежестокостью режима, но это было необходимостью принесения жертв идолу. Мучения, испытываемые людьми, их страдания аккумулировались и направлялись непосредственно к центру, которым являлся идол. Каким-то образом ими пытались управлять, заказывать ему различные, желания, направленные тем не менее на благо страны. Страшная тайна, окружавшая городок чикистов, давно волновала талантливого екатеринбургского журналиста. Много лет он вел собственное тайное расследование, пытаясь разобраться, что правда, а что ложь в слухах переполнявших городок чикистов. И вот однажды он срочно выехал на задание, узнав о новом повороте в истории городка. У нас у всех в тот день было тяжелое предчувствие. В общем, не хотели, чтобы Володька ехал, но он сам напросился туда поехать, ему чем-то был интересен репортаж именно о страшной секте. Три года назад началась оккупация городка чикистов с саентологами. Представители печально известной и очень опасной тоталитарной американской секты завладели несколькими квартирами в комплексе. Но главной целью их вторжения являются подвалы городка чикистов. Миссионеры объявили об их особой ауре и о том, что собираются создать на территории городка новый российский Клеоротор. Это штаб-квартира секты, расположенная во Флориде. Был период, когда всем казалось, что духи подземелья стали успокаиваться. В городе стали строить много нового хорошего жилья, и люди потихоньку покидали городок чикистов. Но с приходом саентологов все изменилось в худшую сторону. Несомненно, саентология не просто учение. Это жестко структурированная модель сообщества военизированного типа. Закрытая секта, разработанная по схемам современной маркетинговой технологии. Когда он сказал, на какое задание он едет, я еще пошутил между нами, говорю, не дай саентологам эти мозги себе запарить. Ну, а в итоге получилось еще хуже. Владимир считает саентологов новыми темплиерами, сектантами, продолжающими страшное дело во имя сомнительных идей. Драка на лестничной площадке у одной из квартир. Двое мужчин с телекамерой и микрофоном бегут по лестнице, спасаясь от преследования жильцов. Внизу в подъезде преследователи нагоняют журналистов и разбивают их. Один прорывается за внешнюю дверь и убегает на улицу, а оператор отступает под лестницу в какое-то техническое помещение. Оператор бежит по длинному коридору, прислоняется к стене и проваливается в какую-то дверь. Сколько раз вообще смотрю этот материал, просто не понимаю, как его могли заманить эти саентологи. Они прикинулись какими-то участниками митингов, предложили к ним сходить домой, посмотреть какие-то важные документы. Съемочной группе удалось вырваться из рук саентологов. Владимир был первый, кто пробился к входной двери. Коллеги попытались его потом найти, походили по подвалу, Володьки уже не нашли, нашли только его камеру. Что за силы увели за собой журналиста? И есть ли надежда вернуть его на землю? Смотрите далее. Сколько Екатеринбургов в нашей вселенной? Скорее, это второй подземный город, который находится под подвалами и интегрирован в их структуру. Кто они, обитатели подземных пещер? Они уже хозяева в этих катакомбах. Как работают страшные технологии по переброске людей? Идол подманивает к себе людей. Показываем золото или драгоценностей. Диггеры, начавшие исследование доступных частей подземелий городка Чекистов, не раз задавались вопросом, откуда берется вода, заполняющая подвалы? Необъяснимыми остаются и подземные водопады Платинки, никак не связанные с системой канализации. Какую подземную реку раскопали строители городка Чекистов? Для чего было необходимо так много воды, что ее вполне хватило бы на охлаждение ядерного реактора? Скорее, это второй подземный город, который находится под подвалами и интегрирован в их структуру. Легенды о подземных ходах уже более 100 лет живут не только в обществе историков, но и среди горожан. Подземелья с разветвленной системой ходов в Екатеринбурге находили не раз. Но всякий раз власти скрывали эти факты и стремились уничтожать все следы подземных коммуникаций. Октябрь 1968 года. Два техника топографа нашли какой-то подземный ход на расчищенный под строительство площадки на углу улиц Азина и Мамина Сибиряка. Вместе с ними на это место прибыли фотокорреспондент и журналист местного корпункта. Когда молодые люди спустились вниз и зажгли принесенные вместо факелов газеты, они обомлели. Перед ними было помещение, в котором спокойно поместился бы железнодорожный вагон. Стены и сводчатый потолок были выложены из гранитных глыб. Вдали светился еще один проем. Там находилась дверь, ведущая куда-то вверх. Топографы посовещались и объявили, что длина подземелья около 25 метров. Высота 3,5-4 метра. Я знаю эту историю. Мы обсуждали ее и на работе, и дома. Все знают, что по Екатеринбургам проходят многочисленные подземные ходы и туннели. Что это было? Один из легендарных ходов? Подземное хранилище? Просто большой склад одного из виноторговцев? Ведь не зря улица Мамина Сибиряка ранее называлась водочной. Кто знает, возможное продолжение подземелья так и не было прослежено. Тема городских подземельй, она же, в общем, не вчера популярной стала. Она была популярна еще в прошлом веке, сколько фильмов снимали, сколько книг писали, репортажей. И, в общем, до сих пор у нас каждый местный житель может вам рассказать легенду про подземную железную дорогу, которая ведет прямо вот к легендарным Демидовским приискам. Это кадры из фильма «Приваловские миллионы». Экранизация легенды о кладах на месте городка чекистов. Но не всем дано удержать это богатство. Аскар Филиппович, новый владелец завода и всего этого. Деньги при желании можно получить легко. Достаточно поклониться местному богу смерти. Эти клады здесь прятали еще местные племена. Это была их жертва миру мертвых. На охране этих кладов всегда стоял идол. И о его значении, безусловно, знал Сталин. Поэтому по его приказу это место использовали для создания его магической ставки. Так значит, шагирский идол и поныне стоит на охране богатств неизвестных сил. И неизвестно сколько людей попали в страшную золотую ловушку человеческой жадности. До сих пор этот идол подманивает к себе людей. Показываем золото или драгоценности или то, что человек хочет. На самом деле всего этого, конечно, не существует. Но для того, чтобы заманить человека в ловушку, этих видений хватает. Сколько же душ погибло из-за собственной жадности? И есть ли хоть один, кто равнодушно отмел алчные видения? Муж Татьяны не найден до сих пор. Кто-то считает, что Владимира убили саентологи. Кто-то до сих пор ищет его в мрачных подземельях городка чекистов. Проще всего объяснить неизведанные обычными бытовыми причинами. Но как объяснить столь пристальное внимание к городку чекистов людей из секта саентологов? Опытными людьми в тюремных лабораториях приветствуются саентологами. Так что, скорее всего, Вовка был прав. Они уже хозяева в этих катакомбах. И я думаю, что, скорее всего, они найдут способ присвоить себе это место. Неужели жуткое место сталинского эзотрического центра продолжает работать для страшных целей? И чего хотят добиться новые хозяева подземелий? Сегодня здесь идет обычная жизнь. Но под ногами этих людей кипит неизведанная странная жизнь. Пока она сметает каждого, кто пытается отгадать ее страшную тайну. Если смельчак так и не найдется, эти места ждут страшные перемены. Новый мир, захваченный фанатиками, владеющими тайными и колдовскими знаниями, однажды прорвется на поверхность, стирая все на своем пути. не найден. Якщо не найдется, чтобы не у не не это .